Следующая часть нашей лекции касается уже центральной части мультимодальных моделей. До этого мы рассмотрели, как разные модальности могут быть использованы для представления информации в системе, в компьютере. То есть это различные способы кодирования, визуальная информация, но не только визуальная, но и вообще говоря, любой информации, которая отличается от текста. И рассмотрели то, как, например, могут быть такая информация сгенерирована, мультимодальная. То есть это задача кодирования и декодирования или генерирования визуальной. Ну, на примере визуальной информации, но вообще в целом может быть применена к любой информации, любой модальности. Вот. Также мы рассмотрели, как можно попытаться унифицировать входы-выходы вот этих генераторов и энкодеров. Для того, чтобы использовать их в моделях анализа некоторых последовательностей. То есть когда вместе смешиваются разные модальности, да, то есть, по сути, основная идея в том, чтобы унифицировать интерфейс для работы с различными модальностями, чтобы на вход непосредственно модели центральной принимающей решения приходили некоторый унифицированный вектор чисел, который может быть закодирована как текстовая информация, так и информация, связанная с изображением, например, звуком, изображением, любой другой модальности. Вот. Дальше мы будем смотреть теперь уже на, собственно, центральную часть. То есть основная парадигма вообще всех, ну, по крайней мере, куда сейчас, если выбрать, основных игроков на рынке искусственного интеллекта, да, то основное сейчас движение вот именно с точки зрения такого обобщенного искусственного интеллекта, то есть не специализированных задач, там, вроде беспилотных автомобилей или каких-то промышленных установок, да, а именно такого обобщенного искусственного интеллекта, таких интеллектуальных помощников, которые, по сути, могут отвечать на общие вопросы. Вот основной сейчас тренд и парадигма, да, это использование языковых моделей, то есть язык как некоторый универсальный способ представления знаний, универсальный способ описания некоторых размышлений, да, некоторых процессов принятия решений, то есть все эти системы, которые, какую бы компанию ни взяли, да, они так или иначе строятся на базе вот этих больших языковых моделей, да, LLM, Large Language Models, которые используются как для понимания, ну, в кавычках понимания, да, того, что нужно сделать, так и для генерации ответов, то есть создания ответов. Вот, мы частично уже затрагивали так или иначе, да, вот эту центральную часть, то есть что она себя представляет. Это могут быть какие-то простые модели, где просто есть encoder-decoder, да, это могут быть сложные, более сложные модели, там, некоторые из которых даже мы не знаем, что в них находится, да, брать чат GPT, мы не знаем, что внутри находится, да, там есть некоторая статья, которая описывает, что там должно быть, но насколько можно ей верить, ну, никто не знает, никто не проверял. Вот, поэтому сегодня вот мы посмотрим на вот эту центральную часть мультимодальных моделей, а именно на то, как такие модели можно попытаться подготовить, да, имея тот инструментарий, который сейчас есть на рынке. Вот, соответственно, надо, конечно же, держать в уме, опять же, то, с чего я начал эту лекцию, я считаю, что эта статья, она подготовлена сотрудниками компании Microsoft. Для тех, кто не в курсе, Microsoft – это компания, которая имеет эксклюзивные права на использование системы ChatGPT, GPT-4, то есть продуктов компании OpenAI, разработчика GPT-4 и ChatGPT. Поэтому, конечно же, они здесь двигают свою идею о том, что не нужно вам, короче, создавать никаких ChatGPT, вы просто покупаете доступ к нашему API и его используете. Вот, это нужно, конечно же, отфильтровывать, потому что Microsoft не единственная, и OpenAI не единственная компания, которая занимается таким искусственным интеллектом, да, наподобие ChatGPT. Есть компания Google, которая продвигает свой продукт, Google Bart. В России тоже есть компания, да, есть Сбербанк, которая, ну, на мой взгляд, выпустила неплохой интеллектуальную систему, да, под названием GigaChat, причем сейчас идет ее бета-тестирование, любой желающий может абсолютно бесплатно с ней поиграться, посмотреть, на что она способна. Вот, Яндекс тоже, у них есть своя модель, правда, пока официально, ну, бесплатно, можно получить доступ только к моделям GPT-2 поколения, да, то есть это, скажем так, на два поколения хуже, чем GPT-4. Вот, но, тем не менее, тоже можно поиграться, да, в колонку в Алису они встроены, то есть это в целом уже довольно доступная на рынке сейчас возможность. Вот, поэтому не нужно думать, что кроме ChatGPT ничего нет, да, есть на самом деле целый ряд компаний, которые пытаются строить систему искусственного интеллекта, основывающуюся вот на такой парадигме. Да, может быть, OpenAI смогли первыми выстрелить, да, то есть сделать модель, которая позволяет получать вполне себе осмысленные результаты, да, то есть те результаты, которые действительно впечатляют. Вот, здесь, конечно, заслуга отчасти доступа к учительным ресурсам, которые позволили такие модели натренировать. Вот, но Microsoft и OpenAI – это не единственная компания, которая может такие модели создавать. Вот, поэтому сейчас есть еще некоторый такой парад новых моделей. Вот, мы еще об этом поговорим, но пока вот сейчас давайте вернемся назад к вопросу о том, как же такие модели получаются, да, то есть не просто как черные ящики, да, а как же все-таки они могут построены быть. Вот, ну, вспоминая о том, что, наверное, здесь есть такая доля маркетинга в этой статье. Вот, соответственно, авторы называют ее как, как вот использовать большие языковые модели не только для генерации текста, да, но и для создания мультимодальных моделей, то есть которые могут принимать на вход не только текст, но и изображение, да, и в том числе генерировать не только текст, но и изображение. Соответственно, решать задачи такие вот, как мы смотрели с вами в предыдущем разделе, где, например, та же задача генерации, она немножко переформулируется и позволяет решать уже вполне себе прикладные задачи, например, связанные с тем, как, например, находить похожие объекты по какому-то примеру. То есть использование свойства in-context learning вместе с задачей генерации, да, дает довольно интересный результат, а именно модель начинает решать задачи, которые она до сих пор никогда не решала, да, только за счет того, что правильным образом пользователь подстроит некоторую... вопрос сформулирован, да, правильным образом подсунув некоторый контекст, то есть обучение в процессе из контекста. Вот, значит, что, о чем авторы здесь ведут речь, да, о том, что как вообще в целом языковые модели сейчас устроены, очень простая идея, мы про нее уже говорили, да, это так называемое использование идеи с регрессией, с авторегрессией. То есть каждый... ну, по сути, если у вас есть какая-то языковая модель, на вход приходит некоторый текст, да, вашего запроса, что вы хотите от нее получить, то модель на самом деле просто прогнозирует следующее слово, там, или следующий символ в ответе, да, то есть у вас есть контекст, это ваш вопрос, либо какая-то дополнительная информация, промпты, там, подсказки и так далее, и есть ответ. Это символы, следующие за контекстом, за вопросом, да. И модель языковая, это, по сути, модель регрессии, которая пытается спроецировать все предыдущие токены, все предыдущие, там, символы, слова, или числовое представление текста, да, трансформировать его в числовое представление ответа. То есть некоторый мэппинг существует. Идея очень похожая, вот, может быть, тем, кто у нас на УТСе занимается, идея очень похожа на модул предиктив контрол, где у вас берется предыстория вашего временного ряда. На основе предыстории система пытается угадать, или, там, путем оптимизации, да, угадывания, выдать на выход следующую, например, управляющее воздействие, которое нужно выдать. Примерно вот та же идея используется и здесь. То есть берется предыстория. Предыстория – это ваш запрос. Плюс, возможно, часть уже ответа, которую система уже сгенерировала, уже успела сгенерировать, да, и выдать следующий, там, символ, следующее слово, либо следующее число, из которого потом получится вот этот вот латентный вектор чисел, да, из которого с помощью декодера будет получен текст. Идея максимально простая, вот, но, тем не менее, она, как оказалось, дает довольно неплохой результат. Вот. Что нового, да, сейчас происходит? Ну, идея, на самом деле, не новая, она появилась, там, еще лет пять назад, если не больше. Что нового, да, появилась? Новое появилось то, что, как, например, сюда теперь встроить картинки, да, или любую другую модальность. Вот. Ну, частично мы об этом уже говорили, да, что картинка, на самом деле, кодируется в некоторый набор тоже чисел, в котором кодируется не только смысловая, но и там пространственная информация. Это могут быть какие-то готовые модели, которые, например, строят вектор признаков, да, изображения. Мы с вами подробно в прошлой части лекции уже рассмотрели, да, какие вообще есть способы, какие наиболее популярные способы. Один из самых таких сейчас перспективных, да, это VQ, VAE, да, то есть вектор Quantified Visual Autoencoders, да, то есть визуальные автоэнкодеры, которые позволяют путем квантирования производить сжатие изображений до некоторых опорных точек в пространстве вот этих признаков, что позволяет, например, вам уже после этого энкодера оперировать не пикселями, да, оперировать некоторыми концептами визуальными. Вот это такая интересная идея, которая вот сейчас, наверное, такая наиболее перспективная. Ну, либо более простые, когда просто используется модель клип для того, чтобы описать, что происходит на изображении. Ну, как здесь, например, да, вот подали картинку, на выходе, значит, текст сгенерировал модель, которая покажет, а что же, собственно, на ней происходит, да. Вот, ну, клип, да, понятно, она чуть... Это тут, конечно, не для клипа показано, да, уже когда языковая модель совмещена с некоторым энкодером. Значит, и кроме энкодера, соответственно, есть еще некоторый connection-модуль, да, модуль соединения, который позволит выхода энкодера каким-то образом представить в виде тех входов, которые ожидает модель. Ну, например, вот в виде последовательности трансформирования, да, потому что энкодер может вам выдать, например, какой-то многомерный массив, да, там, где пространство и токены, они в разных размерностях лежат. А задача connection-модуля, да, это каким-то образом трансформировать это в последовательность токенов, которые сможет понять языковая модель, потому что языковые модели работают с последовательностью токенов, то есть это авторегрессионные модели. Вот, соответственно, задача вот как раз раскладывается, да, на то, как соединить энкодер и языковую модель, для того, чтобы модель стала мультимодальной. То есть не только с текстом могла работать, да, но и работать, например, с изображениями, там, со звуком, с временными рядами и так далее. Вот, дальше, как я уже сказал, все довольно просто. Языковая модель – это модель последовательная, которая последовательно двигается по токенам, да, и на основе предыдущих токенов пытается прогнозировать следующий токен. Спрогнозировала и пошла дальше, да, и вот она вот таким образом по одному символу восстанавливает ответ на ваш запрос. Ну, здесь вот на матрице показано, да, как это происходит, что особенность, да, в том, что визуальные токены, они с точки зрения устройства этой модели, они не имеют последовательности, да, то есть они просто есть. То есть это, например, какое-то пространственное, ну, один из способов организации, да, такой, что вы, connection-модуль просто их складывает произвольным образом и учит модель делать так, чтобы она не обращала внимания на последовательность, да, то есть просто они есть, они как контекст используются. Вот, а дальше текст у них, видите, каждый новый токен, он зависит от всех предыдущих. То есть этот токен зависит от самого себя, да, от визуальных плюс от самого себя, да, этот токен зависит уже от самого себя, от предыдущего токена, да, и от всех визуальных токенов и так далее. И вот он последовательно начинает показывать, то есть модель устроена таким образом, да, что она знает, что вот этот токен, он должен анализировать это, 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 плюс все визуальные токены. Вот такая простая иллюстрация того, как работают, ну, практически все языковые модели, которые сейчас имеются. Понятно, что за ними строится огромное количество сложностей. Это даже, наверное, архитектура модели, это более-менее она уже устоялась, то есть это, как правило, модели на основе архитектуры трансформеров, это специальные модели, которые позволяют, в отличие от свертки, анализировать не только локальные взаимосвязи, да, между компонентами вашей последовательности, но и какие-то длительные связи, да, то есть она, по сути, смотрит на статистические связи между всеми элементами последовательности, а не только последними, да, потому что свертка обычно берет некоторое окно есть, да, где она берет там соседние элементы. В итоге она может хорошо выделять разные мелкие детали, границы, текстуры. Ну, например, она очень плохо определяет длительные связи. Например, как, например, этот токен связан с этим токеном, а если окно у вас небольшое. Там в сверточных моделях тоже есть способы таких связей, построения таких связей через построение так называемых пирамид, когда через схлопывание, да, постепенно как бы смотрится на разных масштабах этот текст, например. Схлопываются там 6 токенов, схлопываются до 3 токенов, 3 токена схлопываются до 1 токена. Получается такое иерархичное представление, так называемая фича пирамид, да, пирамида фичей. Вот. Ну, вот есть альтернативный подход, да, это трансформеры, где просто все на все завязано, и все связи могут... По сути, остаются только те связи, которые сильно нужны. Вот. Они более прожорливые, но зато более универсальны, да, то есть не нужно заморачиваться вот с выбором уровней этой иерархии, как в сверточных сетях. Вот. Но при этом, да, они более, конечно, трудоемкие. То есть количество параметров в них гораздо больше, чем в сверточных сетях. Вот. Поэтому чаще всего это архитектура трансформеров, но дальше там тоже начинаются вопросы. Сколько слоев брать? Что находится между слоями? Какие компоненты в этих трансформерах используются? То есть это целая наука, да, о том, как строить архитектуру таких моделей. Вот. Но мы сейчас не будем в это углубляться, крайне мере, пока, да. Просто поймем, что да, вот есть некоторая архитектура, значит, есть задачи, которые нужно решать, и посмотрим на то, как, собственно, можно это сделать, то есть как обучить такую модель, предполагая, что архитектура нам уже известна, да, то есть мы не будем изобретать велосипед. Мы возьмем архитектуры, которые были разработаны, ну, какими-то академическими учеными, да, которые, наверное, разбираются в этом лучше, чем мы. Вот. Хотя, конечно же, никто не мешает нам окунуться в любую статью, да. Тот же OpenAI они выкладывали для GPT-3, по крайней мере, выкладывали архитектуру своей системы, то есть как она устроена, да. Вот. Они не выложили данные, не выложили то, как они обучали, но в целом архитектура есть. Вот. То же самое Google, да, они более-менее рассказывают, как это сделано. То же самое Сбербанк, то же самое Яндекс. Никто не скрывает архитектуру, все скрывают данные, на основе которых эта архитектура была обучена решению конкретных задач. Вот. Поэтому мы с вами дальше будем смотреть именно к тому, как такие модели обучать. Значит, ну вот, какие... Ну, опять же, да, по архитектурам вот есть еще, кроме закрытых моделей, вроде тех, которые делают OpenAI, там, Сбербанк, Яндекс, есть еще модели открытые, да, это с открытым исходным кодом, их можно прямо скачать, обучить, есть весовые коэффициенты для них, да, то есть вам не нужно их изобретать заново, да, вы можете просто готовы взять модель. Вот. Две таких... первые две модели, да, это Git и Blipp, значит, с немножко разными подходами. Значит, вот автор смотрит с точки зрения трех срезов, да, первое, как была обучена языковая модель, да, вот сказано, что, ну, обучалась с нуля. То есть построена архитектура, архитектура довольно тривиальная, то есть есть энкодер для картинок, энкодер для текста и дополнительных каких-то, там, не знаю, точек, баунтинг-боксов и так далее, да. Значит, все картинки кодируются в последовательность токенов, то есть вот эти вот числовые представления, которые на выходе энкодера, оно просто в качестве отдельных элементов последовательности текстовой вставляется в начале текстовой строки. Дальше есть специальный разделитель, который говорит, что закончился, закончились картинки. И потом идет текст-запрос. Причем текст-запроса, ну, наверное, не в виде, конечно, текста, да, в виде каких-то чисел, которые представляют отдельные слова. В итоге у вас получается числовой вектор, который пропускается через специальный механизм, выделяющий какие-то взаимосвязи, да, то есть специальные коэффициенты, которые позволяют из чисел понять, кто с чем связан, ну, специальным образом обученный. И затем просто используется регрессия, нейронная сеть на базе трансформера, которая, по сути, решает задачу регрессии, то есть по подсунутому набору токенов пытается прогнозировать следующий токен до тех пор, пока не будет получен специальный на выходе символ конец строки. Вот такая простая идея, да. Значит, модель целиком обучается, включая вот эту вот сложную языковую часть, да, которая моделирует сам язык, специфический, включая энкодеры. Значит, альтернативный вариант, да, то есть connection модуля здесь отсутствует, то есть числа вот эти токены, изображения, они напрямую вставляются в последовательность. Вот, и, соответственно, сам энкодер для картинки, да, он заранее претренирован, да, то есть его никто не обучает, обучается только языковая модель, а энкодер, соответственно, используется готовый, да, используется модель Forens либо Clip. Вторая модель, другая, да, альтернативная, это Blipp. Немножко другой подход, Blipp 2, да, здесь уже энкодер и языковая модель, они зафиксированы, то есть их никто не тренирует, они просто взяты как некоторые подготовленные модели, да, то есть здесь только энкодер изображения был готовый, да, его не переобучали в процессе, ну, на тех данных, на которых обучалась модель, а здесь уже языковая модель тоже не обучается, то есть это самая тяжелая часть, самая трудоемкая, это обучение языковым каким-то концептам, да, конструкциям, и обучение изображением они здесь не меняются, то есть они здесь используются стандартные. Вот, обучаются, только небольшая нейронная сеть на базе трансформеров, которая позволяет вам токены изображения смешивать с запросами пользователя плюс каким-то описательным текстом. Вот, все вместе позволяет вам построить систему без переобучения вот этой большой, сложной, дорогой языковой модели, на которую там нужно потратить колоссальный объем учительных ресурсов. Вот, обучается только небольшая сеть, которая, по сути, трансформирует набор токенов разной модальности в универсальный вход языковой модели. Вот, на выходе получается, по сути, тоже некоторый результат, который позволяет вам в мультимодальной форме задать вопрос в системе, да, подгрузить ее в контекст и в ответ получить некоторый осмысленный ответ. Соответственно, тоже вот некоторые готовые модели используются, да, как для визуальной части, так и для текстовой. Вот, и между ними легковесный, легковесная модель-трансформер, которая позволяет сшить, соединить эти две модели. Вот, третья модель – это фламинго, это модель, которую делал Google и использовал ее для своей новой модели Gemini. Мы про нее еще кратко, я про нее упомяну. Вот, якобы убийца чат-жепети, но посмотрим. Пока еще рано об этом говорить. Значит, ну, здесь уже более хитрый подход. Во-первых, здесь можно подавать уже сразу несколько изображений на вход, то есть, по сути, вы на вход даете целый контекст, да, то есть, где будут указаны как картинки смешаны, так и текст, да, то есть, вот, одна картинка, вторая картинка и так далее. Мы где-то уже там в предыдущей части с вами рассматривали, да, ситуацию, где у вас в тексте задается не сама картинка, да, здесь некоторый маркер тег того, что, собственно, сюда вставить, да. И с каждым тегом обозначено некоторые изображения. Вот, используется, так же, как и в предыдущем подходе в Bleep, используются предобученные энкодеры для изображений, которые позволяют вам получить некоторое числовое представление картинки в сокращенном виде. И используется предобученная языковая модель, но в нее встроены отдельные обучаемые блоки, которые позволяют вам, по сути, модулировать обработку текста, да, то есть, вы изначально обучили модель обрабатывать текст, вот, а за счет вот этих блоков, которые при обучении моделей их не было, да, их вставили уже после, уже в обученную модель их вставили. Их очень много, они стоят перед каждым, по сути, слоем языковой модели. Блок, который, по сути, занимается модуляцией, то есть, он берет вот эти токены изображения, пропускает их через небольшую сеть, которая позволяет упростить, ну, как бы извлечь качественную информацию, да, то есть, тоже некоторая неровная сеть, обеспечивающая преобразование вот этих визуальных токенов. И дальше эти входы подаются на вот эти Gated X Attends Dance, то есть, это сеть, которая завязана на все, каждый нейрон этой сети завязан на все нейроны предыдущей сети, да, то есть, по сути, это некоторый такой фильтр, который позволяет вам модулировать проходящий сигнал через сеть. И вот эта модуляция, она происходит перед каждым блоком, перед каждым слоем, то есть, позволяет скорректировать ответ в зависимости от того, какие картинки конкретно поданы в изображении, да. То есть, такая простая идея, которая, тем не менее, позволяет вам, вот, выбрав 70 миллиардов параметров для языковой модели, да, или, там, например, взять какую-нибудь огромную модель, резонет, вот, кто в УТС у нас учился, они с резонет уже развлекались, да, это была самая большая модель из тех, которые у них были, самая медленная, вот, то есть, грубо говоря, резонет извлекает у вас фичи, и вот в практических занятиях по нейросетям как раз ваши коллеги видели, что такое фичи, да, что это некоторый набор признаков, чисел, вот, соответственно, этот энкодер, он просто эти числа формирует, да, ресэмплер их тоже как-то там перемешивает, вот, и потом все это через, пропускается через языковую модель, но, как бы, не в виде токенов, как здесь было, да, общий запрос, а в виде некоторой модуляции, то есть, это, как бы, некоторое такое третье направление, первое, это засунуть все в одну последнюю вместе с текстом, да, второе, это использовать специальную сеть трансформер, которую, или любую другую, которая перемешает все это, да, как-то объединит по-своему и задаст на вход языковую модель, а вот третий подход, это подход, при котором вы можете, по сути, производить модуляцию сигнала, да, то есть, у вас языковая модель осталась прежняя, она по-прежнему принимает текст, но вы можете модулировать то, как происходит принятие решения, да, то есть, как происходит процесс авторегрессии, восстановление текста, послед, ну, как бы, постепенно, да, оно проявляется, там, от слоя к слою проходит, как мы рассматривали у нас на лекциях по нейросетям, в самом начале, да, что там от слоя к слою происходит некоторая трансформация изображения, вот то же самое здесь происходит изображение, трансформация текста, да, но вы можете управлять этим процессом за счет подсовывания вот этих вот картин, да, то есть, модуляции некоторые, значит, процесс обучения такой сети, он гораздо более сложный, чем здесь, и тем более, чем здесь, да, где просто маленькая модель обучалась, вот, ну, вот, специалисты из Google умеют это делать, там были Аполликон целый набор статей, как это происходит, вот, они, соответственно, сейчас вот в своей модели BART попытаются вот такую технологию использовать, да, что конкретно там сейчас OpenAI делает, мы понятия не имеем, вот, Сберчат, Сбербанк, Сбербанк и Качат, да, они вот говорят, что используют подход, описанный в статье по OpenAI, то есть, это GPT-3, по сути, модель, вот, соответственно, Яндекс, это GPT-2 модель, да, чуть попроще, вот, ну, соответственно, постепенно тоже все пытаются подтягиваться, вот такие три основных архитектуры того, как, может быть, устроены такие большие языковые модели, вернее, не большие языковые модели, да, как такие большие языковые модели научить мультимодальности, то есть, мы их примерно вот так, да, то есть, один из трех способов, либо подсовывать токены изображения, в последовательность общую вместе с текстом перемешивать, да, либо использовать специальную модель, которая будет за вас перемешивать, да, то есть, не по предопределенной какой-то структуре, а за вас будет перемешивать, тогда есть шанс взять готовую языковую модель и готовый энкодер, либо брать готовую языковую модель и ее немножко так подхачивать, то есть, подсовывать здесь какие-то новые слои и через модуляцию, если у вас получится таким образом обучить вот эти слои, Розовенькие То есть синие это те, которые не обучаются Они остаются прежними А розовенькие это те, которые обучаются Из данных Если у вас получится их хорошо обучать Без тех проблем, которые существуют при таком подходе То, соответственно, это у вас третий вариант Построения Такой мультимодальной модели По крайней мере из тех, которые известны Страшно представить Какие еще неизвестные В том же чат GPT-4 Какие там могут быть Проблемы Какая архитектура, никто не знает Значит, что На выходе Если брать эту модель Flamingo Что она умеет Потрясающее свойство Мы в предыдущий раз уже Для исключительно визуальных моделей Где только визуальная информация Уже посмотрели Что такое in-context learning Когда вы подсовываете модели Некоторый пример В нашем случае это было Было изображение и маска И модель могла По вот этому примеру То есть из этого контекста Решать похожие задачи По сути, размечать похожие объекты На примерно похожих изображениях Что в целом Довольно Интересное свойство Которое буквально в последнее время Появилось В интеллектуальных системах На базе нейронных сетей Ну вот модель Flamingo Она идет еще дальше Значит, она позволяет Просто подать, например Даже без маски Смешать еще и текст С изображением То есть дать изображение Да, дать текст Что на изображении По некоторому шаблону Раз шаблон Два шаблон Да, и в третьем спросить А вот повтори мне То же самое Ну, шаблон означает Что это такое Да, и ответ на то Где она распространена Соответственно Там шиншилла в Чили Значит, шиба в Японии А что? А вот это? Да, что это такое? И где оно распространено? Вот система отвечает Да, что это Flamingo И она может быть найдена В Карибах или в Южной Африке То есть в целом Система отвечает на вопрос По сути, учится в процессе Она умеет отвечать на вопросы По предоставленному контексту Хотя этот вопрос На этапе обучения Скорее всего Никак не использовался Вот, то же самое Видите, она умеет, например Решать уравнение То, что, например Гигачат не умеет делать Вот, то есть вы можете Нарисовать рукописным Текстом какую-то формулу Да, и она может там Какие-то арифметические операции Простейшие делать Причем вы ей написали плюсы А она еще и умножение знает Ну, пока выглядит, конечно Не очень убедительно Может быть, относительно Где-то там примеры у них были Для обучения То есть Но, тем не менее Может такое тоже делать Вот, якобы это Как in-context learning Преподносится Хотя вот мы заранее не знаем Она училась Такими задачами Или не училась Ну, остается Пока что верен Значит, ну вот тут дальше Про опять-таки Такая скрытая реклама Да, о том, что вот есть GPT-4 Модель Детали, которые неизвестны Хотя Люди работают В компании Microsoft Наверняка знают Как она устроена Ну, якобы они неизвестны Ну, понятно, что они не могут Публиковать, да Ну, допустим Допустим, не знают Вот И в чем В чем преимущество Якобы С их слов, да Что она умеет Ну, по сути Zero Shot Обучение По сути Обучение из контекста И принятие решений Да, то есть мы до сих пор Максимум, что мы рассматривали Это InContextLearning Свойство, да Которое позволяет вам Показать Модели Несколько примеров Или вообще не показывать примеры Да, сразу просто вопрос задать И на выходе получить ответ Там в виде какого-то визуального Либо в тексте, да Здесь еще дополнительно Накладывается Особенность, связанная с Принятием решений То есть, ну, как тут написано Да, то есть Нетривиальная задача Вам дана какая-то картинка Такая не очень понятная Скажем так Взбивающая с толку Любой алгоритм И вопрос Что здесь Непонятного Ну, то есть Что здесь странного На этой картинке То есть не просто Что здесь изображено Да, что здесь такого странного Ну, якобы Вот модель смогла Ответить на этот вопрос Что кажется странным Когда человек Висит на такси Да, и гладит Одежду Ну, вот такая Любимая хохма Для всех специалистов По компьютерному зрению Подсунуть какую-нибудь Такую Странную картинку Да, которая вроде бы В реальной жизни Да, но Немножко странная ситуация Вот И попытаться спросить А что же Собственно происходит Вот Ну, вот Как видите Да, GPT-4 Умеет такие Задачи решать То есть она понимает Картинки И может Преобразовывать текст Ну, вот По слухам говорят Что чат GPT-4 На самом деле Это Мультимодальная модель Которая Мультимодальность Которая была приклеена В последний момент То есть она изначально Не разрабатывалась Как мультимодальная В отличие от Google Да Где изначально Модель строилась Как мультимодальная Вот Ну, на самом деле Про это писал Google Поэтому тоже Верить Тут понятно У них между собой Какие-то терки Между Microsoft И Google Кто будет первым Вот, поэтому Microsoft хвалит GPT-4 И Google Хвалит Свою модель Gemini Вот Ну, мы просто Смотрим на то, что есть Пытаемся понять Ну, то же самое Здесь пример приводится Да, что Тоже такая Интривиальная задача Что, собственно Что смешного В этой картинке Да, что вроде Обычно Куриные крылышки Там Жареные, да Но при этом Составлены Таким хитрым образом Похожие на Землю Да, на земной шар Вот И, соответственно Какой-то подписывающий текст И, соответственно Вопрос А что здесь смешного Спрашивают Ну, то система Вроде отвечает Да, расписывает Подробно Что же здесь смешного Вот Ну, вот Авторов это Сильно впечатляет Да, ну, в целом Наверное, да Это Действительно Такой признак Уже Не просто Какой-то угадывалки Да По крайней мере Даже если она Просто угадывает Да, то есть Как минимум Говорит о том, что Связи в них Уже В этом угадывалке Совсем нетривиальны Вот Ну, это все Из Репорта То есть Отчет Публичного отчета OpenAI По их модели GPT-4 Вот Пока По-моему Никто с ней особо Еще не успел Поработать С этой мультимодальной Моделью Да, поэтому Пока просто Размышления Авторов По открытым источникам Ну, и тут Кратко приводится Да, вот эта эволюция Которую уже Несколько раз Много раз говорили Да, что В чем, собственно Профит Вот этой OpenAI Это скрытая реклама Да Что нового Да, что Была модель GPT-2 Которая просто Текст Ну, по сути Просто угадывала Да, текст Появилась модель GPT-3 Основное Наверное Такое Революционное С одной стороны Простая Простое изобретение Да, как Вы не просто Задаете вопрос А у вас Появляется Контекст Некоторое Скажем так Предварительное Описание Задачи Да Как это Можно Можно Использовать Да Ну, во-первых Вы можете Как Viewshot Learning Да Задать ей Примеры На вход Там вот Вот это Делается так Это делается так А давай теперь По аналогии Сделаю вот это Это называется Контекст То есть вы можете Модель погружать Контекст Не просто спросить Сделай мне вот это А погрузить ее В контекст Объяснить ей Как решать задачу Вот Это, наверное Самое главное Усовершенствование Которое Появилось По сравнению С GPT-2 То есть GPT-2 Насколько я помню Контекст отсутствовал Да И поэтому Она По сути Могла отвечать На вопросы Но не помнила Например Что вы до этого У нее спрашивали Вот GPT-3 Позволяет это делать И это то Что Чат GPT Позволило Собственно Завоевать Такую популярность Можно вести беседы Теперь С Ассистентом Да С этими чатами Потому что чат По сути Запоминая Свои ответы Запоминая ваши вопросы Он ведет Некоторый Контекст Который затем При каждом новом ответе Он использует Как входящий контекст То есть Вы можете сказать ему Что не так И он попытается Исправиться Это вот Такое свойство Которое Наверное Очень Скажем так Очаровывает Всех Кто пытался С такими Чатами Общаться Вот Что Еще нового Появилось Это Instruction Following Это тоже Новое Некоторые Свойства Оно тоже Казалось бы Очевидное Странно Почему раньше Его не было Но основное 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 Как это Описать Что такое Instruction Following Это по сути Если вот Все предыдущие модели Они обучались Просто на текстах То есть Брались Сотни гигабайт Каких-то текстов Из Википедии Из интернета Каких-то книг Оцифрованных И строился Вот такой Авторегрессор Который Мог по предыдущему Тексту Угадывать Что будет дальше Это было Как бы Поколение GPT-3 А дальше Поколение GPT-3 с половиной Это Появление Так называемых Instruct GPT Когда Целенаправленно Готовились Примеры Человеком Либо автоматически Которые Описывали Решение Задач То есть Модель училась Не просто Прогнозировать Текст А ее Учили Конкретным Инструкциям То есть Формировались Инструкции Как Решать Те или иные Задачи И вот этот Блок инструкции Он помимо Всех там Текстов В мире Которые Оцифрованы Там Википедии Книжки Они дополнительно Скармливались Этой модели Поверх Уже Этой Обученной Модели Для того Чтобы Чуть лучше Реагировать На Всякие Вызовы То есть Те проблемы Которые были Обнаружены При тестировании Ну какие там Были проблемы Там Самые известные Проблемы Это Системы Самые Когда только-только Появлялись Когда там Набегали Всякие тролли В эти чаты И доводили Эту модель До того Что она Стоялась Каким-то Расистом Там Всякие Гадости Начинала Писать По сути Учась У пользователей Всякие Недоброжелатели Приводили модель К тому Что она Скатывалась Какой-то Там Расизм Страшный Вот То есть Чтобы этого Не происходило Нужно было Дополнительно Как-то Ограничивать Модель При ее Обучении До этого Например Вели Как раз Instruction Following Что еще Нового Было Это То, что Очень популярно На Западе Alignment То есть Некоторое Выравнивание Ожиданий Alignment Если дословно Переводить От того Как модель Себедет То есть Сажали В контур Обучения Человека И человек Говорил Хорошо или плохо Все, кто Когда-либо Игрался Со всякими Чат-GPT Яндекс-GPT Сбир-Гига-Чат Видели, что Там всегда Можно отправить Обратную связь То есть Вы можете Сказать Хороший Или плохой Ответ Вам Дала Модель Так вот Alignment Research Как раз Касается Того Как же Вот Использовать Теперь Эти ответы Ну Во-первых Они сами Сформулировали Давайте У нас Человек Будет Говорить Как надо А как Не надо По сути Система Становится Еще и Обучаемой Не просто Она Пропарсила Все Возможные Тексты И научилась Угадывать Следующие Слова Или Следующие Символы Но Она Еще И Во-первых По всяким Инструкциям Гоняется Которые Конкретно Говорят Что Как Нужно Делать Ну И Ко Всему Прочему Еще И Есть Обратная Связь То есть Человек Задавая Вопрос Он Получает Ответ Анализирует Его И На выходе Выдает Некоторую Оценку Хорошо Плохо Дальше Можно Использовать Различные Алгоритмы В частности Алгоритмы Reinforcement Лернинг Или Обучение С подкреплением Которые Позволяют Скорректировать Поведение Вашей Модели Вот Это Такой Вот State Of The Art Обучение Моделей Именно Текстовой Текстовых Моделей А дальше GPT-4 Google BART И так Дарья Это Появление Мультимодальности То есть Вы на Вход Модели Можете Подсовывать Не только Текст Но и Изображение Вот Это То Что Сейчас Вот Прям На Грани То Есть Open Eye Объявил Осенью Про GPT-4 Google Объявил В декабре Про GPT-4 То есть Это Прямо Что Называется Грани Научная Что Сейчас Собственно Происходит Появление Мультимодальности Вот Таких Больших Языковых Моделях Ну Здесь Кратенько Про Уже Переходят На самом Деле К вопросу О том Как же Собственно Такую Модель Построить Мультимодальную То есть У вас Есть Как Достичь Вот Это Instruction Following Как Построить Мультимодальную Модель Исходя Из того Что Известно То есть Несмотря На то Что Microsoft Знает Как Устроена GPT-4 Модель Конечно Никому Она Рассказать Это Не может Потому Что Это Просто Коммерческая Тайна Вот Поэтому Они Используют Некоторые Открытые Источники Что Показать А как же GPT Вряд ли Они Скопировали То Как Это Устроено Да То есть Скорее Они Просто Глядят А как Это Может Быть Устроено Вот Но Тем Менее Давайте Посмотрим Как Это Устроено То есть Они Сначала Проводят Аналогию С Обучением Обычная Супервайзит Обучение Когда Вы Решаете Отдельные Задачи Переводы Да У вас Есть Пример Текста На английском Пример Текста Китайском Там Или Задачи Например Обобщение Текста У вас Есть Текст Большой Да И Есть Пример Текста Сокращенного Это Задача Классического Обучения С учителем Когда У вас Есть Пример Ответ Пример Ответ Вот Какой Что Вводится Например Для InContext Learning Это Инструкции То есть InContext Learning Да И Instruction Following То есть У вас Появляется Дополнительная Не знаю Какая модальность Не модальность Но дополнительный вход Который говорит Не просто о том Вход Выход А он еще говорит о том Какую же задачу Вы решаете То есть Нужно здесь перевести С английского На китайский То есть Вы как бы Подсказываете Машине Роботу А что собственно Нужно сделать И даете ему Пример входа Пример выхода Это позволяет Роботу структурировать Ну там На каком-то своем Статистическом Абстрактном уровне Структурировать Работу С моделью Да То есть По сути Вы резко сужаете Упрощаете ему задачу Да То есть Он не должен теперь Из текста понимать Что от него хотят Но в целом Он не поймет Что от него хотят Он дал какой-то текст И дали Что я с ним буду делать Да То есть По сути Вы ему просто даете Некоторую подсказку Что нужно сделать Ну не подсказку А конкретную инструкцию Что нужно сделать Соответственно Instruction Following Да Что это позволяет сделать Если это сделано В максимально Обобщенном виде Куда у вас есть Просто вход с инструкциями Вход Входы И есть примеры выходов Да Это позволяет модели Обобщать По сути Вот эти подходы Да Например Комбинируя Разные типы задач В одну общую задачу Вот Если Количество Вот таких Типов инструкции У вас Достаточно велико Разных типов Разных классов То есть надежда Что Количество комбинаций Этих инструкций Оно тоже станет Колоссальным То есть Произойдет Некоторый Мультипликативный эффект Да Взрыв Некоторые Сложности Который позволит Говорить вам о том Что Модель начала обладать Таким некоторым Скажем так Намеками интеллектуальности Да То есть Вы можете Попросить ее сделать что-то Не из того Что ей там в примерах Подавалось А что-то Что например Состоит Из тех примеров Которые ей подавались Вот Соответственно Инструкшн фолловинг Да Это как раз Вот Такое свойство Этих моделей Текстовых И не только текстовых Да Которые позволяют вам Строить сложные запросы К вашей модели Но Естественно Что эти запросы Должны Позироваться На Каких-то Базовых Кирпичиках Которые были Подготовлены Разработчиками Этих моделей Вот Здесь никакой магии нет Все задачи Которые решают Такие модели Они как правило Являются Некоторым Следствием Или композицией Тех элементарных задач Которые были заложены В модели На этапе обучения То есть там И Чат GPT И Google Bart И Сбергига Чат И Яндексовские модели Скорее всего Они Ну мы конечно не знаем Как они устроены Но скорее всего Их возможности Ограничены тем Набором инструкций Их могут Там десятки Сотни тысяч Этих инструкций На все случаи жизни Которые Показывают Как собственно Решать Ту или иную задачу Ну Как бы чудес не бывает Да Если там посмотреть Как человек например Учится Он примерно так же и учится Да Ему дается набор инструкций Самых разнообразных И все оставшиеся Ну на этапе обучения Да Там когда он в школе Учится В университете Затем все оставшиеся Жизнь Он либо получает Новые инструкции Как что делать Либо пытается Как-то комбинировать Играть в конструктор С существующими инструкциями Вот здесь примерно Та же самая история Да То есть уже Перешли от просто того Чтобы попытаться Прогнозировать Отдельные символы То есть прогнозирование символов Оно остается Моделирование Текста Моделирование речи Как некоторое угадывание Следующего символа Да В последовательности Вот оно остается Да Но при этом вопрос Переносится в плоскость А чему собственно Обучать модель То есть первые эксперименты Когда просто загружали Какие-то тексты Да И учили прогнозировать выход Они ну Как правило Позволяли вам Какую-то чушь Генерировать Такую Человекоподобную чушь Вот Врать там Видоизменять Просто потому что Ну в среднем Да Средняя температура По больнице Прочитав все книги в мире Вы в среднем будете Там какой-то такой Такой усредненный сюжет Условно говоря Выдавайте Всегда Вот Но для того Чтобы как-то конкретизировать Эти выходы Вот придумали Такую штуку Как Инструкшн фоллоуинг То есть Уже Не просто Огромное количество Текстов Они по-прежнему Остаются Они используются Для предобучения Таких языковых моделей Но дальше После этого Используются Вот Некоторые банки Инструкций Которые входят Там сотни тысяч Миллионы Различных инструкций На все случаи жизни На которых Модель уже Прицельно обучается Выполнять Задачи Ну по сути Решать задачи То есть Осуществлять Некоторую деятельность Уже Не просто знать Там все книжки мира Да А именно Уже осуществлять Какую-то деятельность Вот это как раз И есть Вот это вот Новое Новшество Да Нововведение Связанное С инструкшн фоллоуинг Вот Ну и опять же Остается еще Вот Ин контекст лернинг Да Когда у вас Некоторый контекст Подсовывается Это может быть Как запрос Это может быть Как текст Так и например Ну мы еще до этого Доберемся Да В чатах Это некоторая Предыстория Разговора Значит Ну дальше Здесь уже Пошла Некоторые такие Фантазии На тему того Как же сделать Свою собственную Большую языковую модель Да Open source То есть Модель с открытым Исходным кодом То есть У нас есть Коммерческие модели Здесь четко Проводится Водораздел Между Коммерческими моделями Там вроде GPT 3 на чат GPT И Open source Моделями То есть Которые По сути Занимаются Исследователи Как-то вот здесь Так это Неявно Эта мысль Проходит Через Оставшуюся Часть статьи Да Что вы Пожалуйста Не пытайтесь Сделать Свой собственный Чат GPT Да У вас все равно Селенок не хватит Вот Вы пожалуйста Делайте Вот как мы вам говорим Вот как они говорят Надо делать Не значит Что надо так делать Но тем не менее Интересный опыт Основная проблема Всех этих языковых моделей Больших языковых моделей Да Это Отсутствие в открытом доступе Достаточной информации Для того чтобы Обучить вашу модель Это как Исходные Тексты Всех книг мира Да И там Википедии Которые нужно скачать Нужно как-то обработать Нужно как-то подсунуть Так и Самое главное Вот эти вот Инструкции Да Которые Кто-то наверное Когда-то составлял Ну вот именно Для коммерческих Моделей То есть никто Конечно Вам Никакой Google Никакой Яндекс Никакой Сбербанк Вам никогда не выдаст Те инструкции На которых Обучались их модели Хотя архитектура У них открытая Но тем не менее Данные Для обучения Они вам никто И вам никто Их не даст Вот Поэтому Значит Данные Да Как получить Вот что Что предлагают делать Возьмите-ка вы API Этих моделей Языковых Там ChatGPT Например Или Какой-нибудь Там Google Bart И попросите Сгенерировать Вам инструкцию То есть Вам нужен Некоторый Класс Задач Да И просите Пожалуйста В цикле Генерировать Вот эти Большие Языковые Модели Коммерческие Генерировать Вам примеры Для того Чтобы Нагенерировать Инструкции И дальше С помощью Этих Инструкций Уже Обучайте Вашу Собственную Модель Архитектура Которая Вам В принципе Известна Из Публичных Выступлений Ну По крайней мере Какой-то Какие-то Модели Известны Да То есть Видимо После того Как открыли Вот эту Вазейку Да Потому что Мол Хорошо У нас нет данных Да Но мы можем Опрашивать Тот же Чат GPT Да У него Вытаскивать Из него Информацию Ответы Вопросы И использовать Эти ответы Чтобы обучать Свою модель То есть Такой Своего рода Тоже Дистилляция Модели Перегонка Знаний Из модели Майкрософтовская В вашу Собственную Модель Которую Будете Выводить Вот Или там Не знаю Где-нибудь Еще Подлезли Через API Нагенерировали Различных Инструкций Вот И на основе Этих инструкций Дальше Обучились Вот такая Простая Идея Здесь ее Очень активно Пропагандируют Дальше В статье Кроме Того О чем Они говорят Что Это на самом деле Уже довольно Популярный Стал подход То есть В области Открытых Моделей С открытым Исходным Кодом Уже Появился Целый Набор Моделей Которые По сути Таким образом И обучались То есть И была Вот модель Лама Которую Не знаю История тоже Какая-то Немножко Странная То есть Мета Разработала Большую Языковую Модель И как-то Случайным Образом Она Была Выложена Под Публичной Лицензией Потом Что-то Они Похватились Но уже Было Поздно Ее уже Публиковали Соответственно Появилась В мире Вот эта Большая Языковая Работанная Крупной Корпорацией По сути Под открытым Исходным Кодом То есть Любой Желающий Может ее Скачать И можно Даже Скачать Весовые Коэффициенты По-моему Мета Хотела Выложить Просто Архитектуру Модели Исходный Код Но каким-то Образом В сеть Утекли Еще и Коэффициенты Этой Модели Вот В итоге Потом Они Махнули Рукой И разрешили Всем Пользоваться Этими Коэффициентами Тем более Что все равно Это Не так Сильно Помогает Вот Ну Та самая Та модель На тот момент Еще пока Instruction following Отсутствовал Как Некоторые Новые Направления Поэтому Она просто Обучалась На каких-то Текстах Которые Существуют В интернете Активисты Соответственно Дальше Начали Развлекаться Вот Они По вот Этой схеме Начали Брать API Того же Чат GPT Например GPT 3.5 И Выкачивать Из них Формировать Генерировать Некоторые Инструкции С помощью Чат GPT И Формировать Свои собственные Датасеты Для обучения То есть Исходя из того Что Предполагая Что Чат GPT Это Некоторые State Of the Art То есть Некоторые Хорошие Хорошие Как бы Референс От того Как Можно Работать Ну Потому Что Человек 52 тысячи Инструкций Скорее Умрет Составлять Нужно Либо Посадить Несколько Тысяч Человек Чтобы Они Постоянно Что-то Делали Анализировали Делали Разговаривали Кто-то Все это Записывал Потом Оформлял Это Можно Просто Через API Подключиться И Нагенерировать Кучу Инструкций По шаблонам Отлично Соответственно Там Аппетиты Дальше Росли Потом Появилось Еще 500 тысяч Инструкций Таким же Образом Нагенерировали Еще Что-то Нагенерировали На GPT 4 То есть На новом поколении Вот Ну и Соответственно Там Еще Что-то Откуда Накидали В общем Такой Вот Выросла Целая Маленькая Индустрия По Перегонке Коммерческих Моделей Таких Как GPT Чат GPT В Некоторые Опенсорсные Модели Которые Каждый Желающий Может Скачать У себя На сервере Развернуть Вот И с ними Поработать В чем Особенность Таких Таких Моделей В том Что Они Очень Прожорливые Для Обучения То есть Только Несколько Групп В мире Могут Таким Заниматься Пример Сейчас Не помню Какая Точно Модель То ли Альпака То ли Викуна Ей Нужно Порядка 700 Гигабайт Видеопамяти Для Обучения Обычный Игровой GPU То есть Графический Ускоритель Это Где-то 4 Гигабайта Оперативной Памяти А здесь Нужно 700 То есть Это Уже Поддерживать Обучение Таких Сложных Моделей Вот Поэтому Как бы Несмотря на то Что да Такой Трюк Можно Провернуть Но Пока Не все Могут Этим Заниматься Вот Есть Отдельное Направление Как Попытаться Удешевить Но В целом Даже Для Какой-то Коммерческой Компании Которая Решает Конкретную Задачу В целом Там 700 Гигабайт Видеопамяти Можно Поднять Там В том же Яндексе Арендовать Например Сервера С GPU Конечно Все это Влетит В копеечку Там Может быть Несколько Миллионов Или десятков Миллионов Рублей Но Тем не менее Если Задача Того Стоит То Вполне Можно Повторить Результат Ну Если Не повторить То Сымитировать Тот Результат Который Дает GPT То есть Все эти Модели Это модели Имитации Которые За основу Берут Существующие Коммерческие Модели Через Вот эти Бэкдоры Выкачивают Из них Инструкции То есть Пытаются Знания Этой Модели Вытащить В виде Инструкций Текстовых И потом Используют Эти инструкции Для того Чтобы обучать Свои собственные Модели И Соответственно Выкладывают Их Вот такое Интересное Новшество Которое Активно Продвигается Товарищами Опять же Какой Недостаток У всех Этих Моделей В том Что они Обучались На тех Знаниях Которые Были У модели Например Тот же Чат GPT В момент Обучения Чат GPT На месте Не стоит Он двигается Вперед А языковые Модели Они Как бы Зафиксировали Свои состояния И дальше Работают То есть Постепенно Происходит устаревание Они как бы Постоянно Должны Дообучаться Постоянно Иметь доступ К этому API Постоянно Платить Некоторые Суммы Для того Чтобы Эти инструкции Выкачивать То есть Перекачка Знания Она На самом деле Не бесплатна Вот Поэтому Может Поэтому Как раз Автор этой Статьи И так Скромненько Предлагает А вот Давайте Делать Так Зарабатывать Деньги На Все Кто Хочет Построить Языковые Модели Скачивайте Инструкции Стас Платите Нам За API И получайте Свою Собственную Модель Тоже Такая Довольно Интересная Технология Выкачивания Денег Ну Что Тут Дальше Размышления То есть Тут Рассматривается Модель L-Lava Это Модель На базе Модели Мета L-Lama Которая По сути Предназначена Для По сути Мультимодальной Open Source Моделью Которая Строится По вот такому Принципу То есть Она берет Какую-то другую Модель Коммерческую Каким-то Образом Засовывает В нее Мультимодальную Информацию Запрос Вопрос Получает Ответ На основе Нее Получает Некоторый Набор Примеров Ответ Запрос Ответ И обучает Уже Непосредственно Мультимодальность Вот Как эта модель Устроена Lava Она Устроена Очень просто Есть На входе Энкодер Визуальный Есть Специальный Свой Проецирования Которые Трансформируют Визуальные Токены В последовательность Токенов Обычных Ну То есть Последние Последние Токены Проецируют Некоторая линейная Проекция Которая Двухмерная Трехмерная Четырехмерная Набор Токенов Трансформирует Последовательность И дальше Сюда же Подсовываются Токены Текста То есть Та первая Схема Которую Мы в самом Начале Нашей части Лекции Рассматривали Где Последовательно Текст Текст Смешивается По сути С токенами Изображения Вот И дальше Все это Подается На вход Языковой Модели Модели Lava Которую Мета Выложила В этом году И дальше Просто решает Задача Авторегрессии Которая Трансформирует Токены В следующий Токен Что будет Следующим Вот Такая Незамысловатая Архитектура Вот Они обучались А почему Во-первых Так делают Да потому что Они использовали По-моему GPT-3 Для обучения Поэтому Они не могли Например Подсовывать Картинки На вход Модели Да в качестве Запроса Они подсовывали Описание Изображения То есть Они по сути Картинку Сначала Предварительно Трансформировали В текстовое Описание Состоящее Из Некоторого Общего Описания Того что происходит На изображении Да Так и Описание Ограничивающих Прямоугольник Ну по сути Некоторые Пространственные Информации Что где Находится То есть По сути Координаты Там не знаю Центр Прямоугольника Его размеры Да либо Левая Правая Граница Прямоугольника То есть Четыре числа Плюс Лейбл Что на нем Нарисовано Да и вот Такая информация Дальше передавалась Большую языковую Модель Коммерческую С некоторым Запросом Что нужно сделать То есть Вот у них тут Три типа ответов Либо какой-то Диалог То есть Вели На основе Этой информации Это был Некоторый контекст Который передавался Модели Дальше На основе Этого контекста Например Шел Стандартный Набор вопросов Что нарисовано Где он Находится Как между собой Объекты Соотносятся И что Что люди Пытаются здесь Делать Вот Соответственно Модель Пыталась ответить Большая языковая Модель Пыталась на эти вопросы Отвечать И получились Получались Вот эти Самые Instruction Following Примеры Да Когда у вас Есть Вход Известный Есть известный Выход То есть Ансверы Ответы Записанные При общении С Чаджи 5 Например Записывались Ответы Это были Примеры Ответов Правильных На вопросы Либо Например Просто Ответ Дай Детальное Описание Первое Это разговор Второе Детальное Описание Третье Это какой-нибудь Сложный Вывод Например С чем Сталкиваются Люди При На вот Этой сцене Описанной С помощью Этого Изображения То есть Языковая Модель Коммерческая Не видела Картинку Она видела Вот такое Текстовое Представление Да И дальше Ей задавали Три типа Запросов Просто Разговаривали С ней С точки Из-за того Что они Рисованы Просили Дать Детальное Описание Картинки Либо Давали Какой-то Сложный Вопрос По этой Картинке Вот Накидав Таких Примеров Они По сути Получали Обучающую Выборку Для Того Чтобы Обучить Свою Мультимодальную Модель На базе Ламы На базе Визуального Энкодера И вот Эта Проецирующая Матрица Линейная Коннекшн Модуля Которая Позволяет Смешивать Картинки Текст В одно Вот Благодаря Этому Они Попытались Построить Свою Собственную Мультимодальную Модель Которая Могла Бы Потягаться С GPT-4 По крайней Мере На тех Задачах Которые Они Ей Подсовывали Что У них Получилось Ну вот Здесь пример Да Вот Вопрос То есть Как бы Тот самый Вопрос Для Чат GPT Который Касался Там Этих Жареных Крылышек Да Что тут Такого Что-то Смешного Вот Лава В принципе Вполне Себе Разумно На нее Ответила Вот GPT-4 Тоже На нее Ответил Вот Другие Модели Майкрософтовские Которые До GPT-4 Были Вроде Что-то Тоже Могут Да Но Уже Хуже Да Тут Google Bart И вот Другие Например Open-source Модели Которые Что-то Совсем Ерунду Какую-то Выдают Вот Но Тем не менее Такое Вот Сравнение Они Привели Ну Опять же Здесь Надо Понимать Что Ответы Которые Дала Лава Да Непонятно Знала ли Она Ответ На этот Вопрос Когда Обучалась Да То есть Мы же Не знаем Списка Всех Инструкций Которые Подсовывали При обучении Вот Но Тем не менее Показано Да Что Таким Образом Можно Как минимум Сымитировать Поведение Коммерческой Модели Через Вот Такое Вот Вытаскивание Инструкций По сути Некоторое Перетекание Знаний Перегонка Знаний Да Из модели Коммерческая В модель Open-source Ну Здесь Просто Таймлайн Чтобы Вы понимали Насколько Все Быстро Развивается Здесь Показан Только 23 Год Полгода С 23 Года Да Когда В марте Там Где-то Вот Там Появилась Когда-то Там Лама Появилась Фламинго Появились И Потом Появился GPT-4 Объявлен В марте Был Да И Потом Пошли Вот Разные Буквально Спустя Месяц Да Уже Придумали Что Можно Перегонять Например Знания С GPT-4 Перегонять Вот эти Instruction Получать Чтобы Обучать Свои Собственные Модели В том Числе Мультимодальные Вот И Тут Еще Много Много Чего Другого Появилось Черт Че Знать Чего Да Никто Даже Наверное Никто Не Может Все Обозреть Да Но Вот Огромное Конечно Оттого Что Взрывной Рост Этой Идеи Перекачивания Инструкций То Каждый Упражняется В том На Каких Инструкциях Ему Обучить Это мог Быть Как Модель Общего Назначения Как Например Лава Так Как Специализированные Как Например Лава Мед Которая Заточена Только Под Анализ Медицинской Информации Вот Ну Соответственно Тут Вот Такой Некоторый Ландшафт Того Что Сейчас Происходит На базе Вот Этой Идеи Перекачки Знаний И Соответственно Использование Коммерческих Ну Тут В качестве Некоторых Фундаментальной Модели Продукт Который Продолжит Им Компании Вот Ну Имеет Право Значит Что Еще Ну В целом Тут Дальше Идет Рассуждение О том Что Эти Модели Они Уже Начинают Претендовать На Некоторые Обобщения Да То есть Брались Задачи Связанные С Распознаванием Изображения Распознаванием Символов Да То есть На изображениях По сути Вам нужно Текст Из картинки Превратить В текст Стоящий Вот Либо Например Что-то Посчитать Резонинг Да То есть Не просто Считать Текст Который Находится На изображении Но Еще И Какой-то Какой-то Осмысленный Результат Например Посчитать На бумажке Вы записали Там 1 Плюс 2 Она должна Ответить Сколько Получится То есть Не только Распознавание Но еще Некоторые Принятие Решений Вот Показано Что На Каких-то Известных Датасетах Пока Такие Обобщенные Модели Проигрывают Они примерно На треть Хуже Дают Результат Но Тем не менее Это Не Катастрофично По сравнению С Резонингом Где Нужно Еще Решение Принимать Мультимодальность С учетом Мультимодальности Пока Модельки Слабовато Себя Показывают Ну Как минимум Вот эти Модели Которые Опенсорсные Может Пока Не очень Особо Еще Пытались Да То есть Все-таки Это вопрос Данных На которых Обучается Вот Но Пока Наверное Коммерческие Все-таки В этом Плани Обыгрывают Да Плюс Обыгрывают Специализированные Алгоритмы Которые Направлены Исключительно Например На решение Задач Записанных В виде Текста Вот Ну Здесь просто Пример Приводится Я не знаю Насколько Стоит В это Верить Насколько Стоит Серьезно К этому Относиться Что Что Они Пытались Делать Они Брали Эту Модель Лаву Лава Которая Обучалась Сначала На Некоторых Медицинских Текстах Там Брали Статьи Из Журнала Пабмет Международного Где Описываются Различные Медицинские Медицинские Знания По сути Описываются Вот Они Пониманию Текстов По сути Умению Прогнозировать Следующие Сволы Следующий Токен И так далее Потом Они Использовали ChatGPT4 Чтобы Нагенерировать Огромное Количество Инструкций То есть Нагенерировали Там 60 тысяч Инструкций Еще Там 8 часов Потратили На обучение Причем Я так понимаю Что В эти 8 часов Входило И получение Эти инструкции После чего Ну Вот Они тут Так нарисовали Что Была Просто Была Языковая Модель Стал Эксперт В медицине Не знаю Насколько он Экспертом Стал Но Тут Они Приводят Примеры Я Честно говоря Не Врач Чтобы Оценить Поскольку Правильно Ну Вот Якобы Подсовывают Рентгеновский Снимок Создают Вопрос И Модель Отвечает Ну Тут Приведен Пример Как Правильный Ответ Так и Неправильный Ответ Что Где-то Какие-то Цвета У нее Тут Появляются Какие-то Галлюцинации Начинаются У модели Нет Тут Никаких Цветов Она Черно-белая Вот Что Как бы Говорит Что Что-то Наверное Не все Так хорошо Как Авторы Рассказывают Но Тем не менее Такие Эксперименты Тоже Делаются То есть Попытка Создать Не просто Модель Общего Назначения Но Какую-то Уже Специализированную Модель На Базе Таких Коммерческих Языковых Моделей С Вот Дальше Тут Следующее Сразу же Наверное Пробежимся Быстро Ничего тут Сложного Нет То есть Как дальше Теперь Вот такие Модели Которые Мы обучали Которые Мы рассматривали Мультимодальные Где есть Набор Мультимодальных Входов Есть В центре Языковая Модель Которая По сути Принимает Решение Делает Некоторый Логический Вывод И Некоторый Опять-таки Мультимодальный Выход Который Позволяет Вам Что-то Полезное Сделать То есть Как Как Вот такие Например Теперь Модели Строятся Сразу же Говорится О том Что Наверное Вот этот Подход С Тем Что Просто Взять Модель И попытаться Ее Обучить Он Не всегда Хорошо Срабатывает Поэтому Тут Предлагается Альтернативный Путь По пути Специализации Значит Давайте Мы не будем Создавать Универсальную Модель Которая Делает Все Давайте Мы возьмем Много Много Моделей Экспертов Которые Умеют Делать Что-то Одно Хорошо Вот И Сверху Построим Возьмем Какую-то Большую Языковую Модель Которая Будет По сути Оркестрировать Этими Этими Более Простыми Специализированными Моделями Потому Все равно Пока Еще Нет Нет Возможности Нагенерировать Такую Количественную Инструкцию Чтобы Модель Могла Хорошо Показывать Результат Вот Опять Картинка О том Что От Специфических Моделей Мы Сначала Пришли К Претренированным Моделям Потом Пришли К Моделям Общего Назначения То есть Вот Просто Обучение Под ваши Данные К До Обучению От До Обучения К Обучению С Нулевым Выстрелом Либо Обучением В контексте Когда Вы Примеров Вам Отдается Нужный Ответ Вот И Следующий Это Уже Инструкшн Тюнинг Когда У вас Используются Модели Существующие Коммерческие Из которых Вы Вытаскиваете Инструкции И Потом На этих Инструкциях Обучаете Вашу Модель Вот Здесь Говорится О том Что Давайте Мы Теперь Еще Сделаем Некоторую Настройку Над всей Этой Конструкции Когда Будем Просто Оркестрировать Моделями То есть Мы Будем Учить Модель Не Решать Все Возможные Задачи То есть Все Возможные Виды Инструкций А У 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 Так Как Как Дергать Дергать Как Дергать Например Закрытых Моделей Либо Просто В Google Слазить Получить Какую-то Информацию Либо Например Попытаться Выполнить Какой-то Код Проинтерпретировать Что происходит Вот Вот такая Еще Новая Простая Идея Что Мы Вводим Некоторый Модуль Планирования То есть По сути Ваша Интеллектуальная Система Она Теперь Занимается Не решением Конкретной Задачи Определением Того Что на Картинке Изображено Она Занимается Оргестрацией Она Должна Понять Что Человек Спрашивает Что Расположено На Изображении И она Не Учит Тому Как Изображение Распознать Что На Нем Нарисовано Она Делегирует Сама Эту Задачу Некоторому Некоторой Специализированной Модели Предобученной Которая Умеет Такую Информацию Строить И дальше Использует Выход Этой Модели Как Некоторый Контекст Для Того Чтобы Затем Лучше Ответить На вопрос Пользователя Вот На Вызывав Таких Вот Экспертов Она Обогащает Изначальный Запрос Пользователя Вот И На Основе Вся эта Информация Пытается Наилучшим Образом Выдать Ответ По сути Она Начинает Оперировать Опять-таки С новой Текстовой Информацией Без Попытки Упаковки Всех Возможных Задач В одну Модель То есть Получить Синергетический Эффект От Комбинации Различных Инструментов Здесь Пример Приводится ММ-реакт Он Основывается Это модель С открытым Исходным Кодом Ее Можно Зайти На гитхаб Скачать Единственная Особенность Ей нужен API К Модели Языковой Большой Языковой Модели Которая Используется В качестве Тул Аллокатора После этого Вы можете Ее спокойно Поднимать У себя На сервере И с ней Вести диалог Это примеры Диалогов Подсовывается Картинка Какой-то Инструкции По приготовлению И задается вопрос Что я должен Сделать Я ничего не понял Что я должен Сделать После такого-то Шага И соответственно Она вам отвечает На этот вопрос Или например Вы подсовываете Картинку И говоря Замени мне пожалуйста Морду мышки На морду Кого-то еще А Морду белки Замени на морду мышки Вот пожалуйста Она берет Заменяет Или например Вот тебе видео Проанализируй Пожалуйста Найди момент Когда Там игрок Такой-то игрок Закидывает мяч Пожалуйста Она берет вам И отвечает Что вот Вырезает видео С такого-то Под такой-то кадр И где показано Как там игрок бросается По сути еще Некоторый анализ Видеоизображений Тоже может выполнять Вот такая вот модель Которая творит чудеса И не хуже чем Какой-нибудь там Сберчат Сбергик и чат Но с той лишь разницей Что языковая модель У нее Не родная То есть она Обращается К некоторому Внешнему Тулу Такому как Чат GPT Либо к какому-то другому Которому вы ей подсунете То есть По сути у вас Она решает Не столько задачу Принятия решений Интеллектуального Сколько Унифицируют Форматы данных Между собой Плюс используют Эти опенсорсные модели Для того Чтобы решать Конкретные задачи Это модели Мемреакт То есть То как вот Выстроить Уже теперь Вот эти интеллектуальные Отдельные модули Которые мы Во всей лекции Проходили Как их выстроить В единую Цепочку Да Чтобы по сути Вести некоторый диалог С пользователя То есть Запоминать контекст Дергать Нужных экспертов Модели Эксперта Которые решают Ту или иную задачу И самое главное Понимать Что именно Нужно дергать В каком случае Вот такая модель Ну соответственно Просто пример Приводится Как идет диалог То есть У нее есть целый набор Тут Экспертов Которые Умеют Выдавать Полезную информацию Из входных данных То есть Это и Различные Именования Модели То есть По сути Задание Некоторых Заголовков Для этих моделей Это и попытка Какого-то пространственного Определения То есть Что где находится Это и Тегирование То есть По сути Разметка Этих пространственных Объектов Детекция лиц Определение Знаменитостей Распознавание Символов И так далее И так далее И так далее В том числе Поиск То есть Поисковик Bing У них подключен В качестве Некоторого тоже Дополнительного Источника информации Это набор Тех тулов Который организуется С помощью Вот этого вот Интеллектуального Планировщика Ну как вы все видите В качестве Интеллектуального Планировщика У них используется Чарджи 5 Значит ему Подсовывается Некоторый набор Инструкций Как он должен Себя вести То есть по сути Особенность Вот этого ММ-реак В том что У них задан Заранее Некоторый Контекст То есть перед Каждым ответом Пользователю Перед обработкой Каждого ответа Пользователя Подсовывается Контекст В него подсовываются Инструкции По тому Как чарджи 5 Должен себя вести То есть По сути Объясняется Что вот есть Такие-то эксперты И в этом случае Пожалуйста Вызывай такого-то Эксперта В этом случае Такого-то И так далее И так далее То есть по сути Объясняется Правило оркестрации Исходя Исходя из Того Как чарджи 5 Может эти правила Воспринимать То есть Ну Не на уровне Там языка Программирования Да На уровне Некоторого Описания Как если бы Это был человек Действительно Да Что вот Если тебе надо Получить Что-то Ответить на Что-то связанное С картинкой Ты пожалуйста Сначала Пропарси Картинку Да Получи Полезную Полезную информацию Из нее И потом подумай Что с ней делать Отвечая на вопрос Вот А также ответь Пожалуйста На вопрос Когда ты все-все-все Пропарсишь Обогатишь После этого Пожалуйста Отвечай на вопрос То есть Что делает Чарджи 5 Он Умеет по запросу Обогащать информацию Да То есть Давать ответ Например Пользу Льдал изображение Да И спросил у него Что нужно Ну Что-то Какой-то вопрос задал Соответственно Модель Чарджи 5 Понимает Что нужно Вызвать Некоторый Некоторый Энкодер Да Который сможет Трансформировать Энкодер Ну Какую-то модель Да Даже не энкодер А просто модель Визуальную Которая сможет Объяснить Что на этом Картинке изображено Что не изображено Да Здесь это может быть Целый набор знаний И обозначение Общей картинки И то Какие объекты есть И что в каждом объекте Находится То есть Он позволяет Как бы Получить Через чарджи 5 Кого конкретно вызвать По каким-то инструкциям Значит По Инструкциям Соответственно Получается Набор Какой-то информации Да Там Структурированной Не структурированной Которая Также подгружается В контекст Этого чата Дальше На основе Этой информации Чарджи 5 Дает ответ На вопрос Да Что ты видишь На этом изображении Вот После того Комп прогнал Некоторые Экспертов Да Эксперты Сформировали Текстовый выход Текстовый выход Вместе с вопросом И предыстории Подается В виде контекста Чарджи 5 И уже Чарджи 5 В чисто Текстовом режиме Отвечает на вопрос Что он здесь видит Он здесь видит Два лица По сути Вот И можно Например Дальше С использованием Этого контекста Дальше Задавать вопрос По сути Эти эксперты Они формируют Некоторую базу знаний С помощью которой Чарджи 5 Потом Дает вам ответ Исходя из Того набора Инструкций Которые В рамках этого ММ-реакта Сформировали Для Чарджи 5 То есть каждый раз Они эти инструкции Плюс Весь контекст Загружают В чарджи 5 И задают вопрос Вот Пожалуйста Что здесь изображено Да Или Кто Здесь изображено Из известных личностей Да И соответственно Можно вызвать Другого Агента То есть она понимает Что Не знаю По ключевому слову Да Или сама понимает Что нужно вызвать На самом деле Другого эксперта Который Ищет лица знаменитости Соответственно В итоге получить Некоторый ответ Вот пример того Как построен Такой вот чат Джи 5 Да Не знаем Как устроен Гига чат Сбербанка Не знаем Как устроен Реальный чат Джи 5 4 Да Ну Джи 5 4 Который Мультимодальной Моделью Вот Мы этого Не знаем Вот Но тем не менее Как один из Возможных Вариантов Построения Таких чатов Вот здесь Он Приведен Показано Здесь Что Умеет Решать Там Целый ряд Задач Это Задачи Связанные С Решением Каких-то Математических Задач И Какое-то Распознавание Шуток И Ответы на Вопрос О пространственном Расположении Какой-то Сложный Логический Вывод Когда вам Дана Инструкция Пожалуйста Ответь мне На вопрос По этой Инструкции Либо Например Произвести Расчет То есть Вы Нафоткали Кучу Чеков И вам Нужно Понять Сколько Всего Вы заплатили Сколько Налогов Сколько Вы заплатили За топливо Сколько За отдых И так Далее То есть Какие-то Принятия Решения На основе Такой Мультимодальной Информации Это Это могут быть Какие-то Аналитику Построить По этим Данам Да Ну Либо Решать Задачи Общего Характера Вот Как Пример Мы До сих Пор Рассматривали То есть Все это Вроде Как Может Эта Модель С использованием Такого Подхода По сути В основе Которого Лежит Некоторая Интеллектуальная Модель Не Являющаяся Частью Вот Этой Системы Вот Ну Тут Дальше Уже Вот Эта Модель ММ-Реак Расширяем Да То есть Можно Взять Чат GPT Подсунуть Ей Какую-то Мультимодальную Информацию Какой-то Ответ Даст Но Ответ Хуже Чем Например GPT-4 Который Изначально Является Мультимодальной Вот Который Может Там Прямо Формулу Записать С ответом Проанализировав Входящее Изображение Но Как Только Вы Подключаете К ММ-Реак Мультимодальная Модель То есть По сути Решет о том Что Мультимодальность GPT-4 Можно добавить Просто За счет Того Что Правильным Образом Организовав Работу С Вот Этими Экспертами Которые В целом Тоже Довольно Известны Технологии Вот Возможно Таким Образом Например GPT-4 Построено А может Быть И нет Мы Не знаем Вот Но Как Минимум Можно Попытаться Построить Свою Собственную Мультимодальную Модель На основе Существующих Языковых Моделей В общем На этом У них Тут Заканчиваются Там Они Дальше Больше Говорят Про Различные Бенчмарки То есть Как Сравнивать Такие Модели Наверное Нам Это Пока Не так Интересно Что Интересно Было Посмотреть Кроме Моделей ChatGPT И GPT-4 Которые Активно Microsoft Рекламирует Буквально На днях Опубликовали Google TipMind Их собственное Направление Свой собственный Маленький OpenAI Или большой OpenAI Что у них Стоит свои Модели Вот Якобы Они Позиционируют Ее Как изначально Мультимодальную То есть Если OpenAI Изначально Работала С языковыми Моделями То Google Очень активно Инвестировал В мультимодальность То есть Они Например Те же WikiWay Это тоже Придумки Гугла О том Как кодировать Визуальную Информацию Соответственно Они Недавно Тоже Публиковали Некоторый Технический Доклад Про их Новую Модель Gemini Близнецы Которая Якобы Позволяет Решать Мультимодальные Задачи Вот Ну тут Пример Такой Приводится Что Подсунули Картинку Ответа Студенческого Теста И Ответ Ну то есть Модель По сути автоматически Проверяет Правильность Решения задачи Несмотря на то Что здесь Просто От руки Что-то написано То есть Вот такой Пример Мультимодальности Значит Они говорят Что у них Будет Три Типа Модели Да Нано Это скорее Всего Скоро В каждом Смартфоне Будет сидеть Маленький Gemini Нано Который Сможет Например Вам по фотографии Какую-то Полезную Информацию Выдавать Значит Про Они встраивают Сейчас В свою Модель Google Барт Это Аналог ChatGPT Только от Google То есть Ну К сожалению В России Она недоступна По известным причинам Вот Поэтому можем только гадать Насколько она хорошо работает Но в целом Если кто-то Сможет достучаться Да То может Поиграться С Pro Моделей И есть Ультрамодель Которая Как раз таки Дает результат На уровне Того же GPT-4 Как они заявляют Которая будет доступна По подписке То есть Не для всех Желающих Как модель Про А для Только За денежку Словно говоря Вот Ну По архитектуре Все опять-таки Просто Есть Набор Мультимодальной информации Да Есть энкодеры Которые трансформируются В некоторую последовательность Есть трансформер Который через Авторегрессию Получает на выходе Новый набор токенов Который через декодеры Дальше трансформируется Либо в изображение Либо в текст То есть Некоторый Мультимодальный вход Мультимодальный выход Посередине Трансформер Модель трансформер Которая Позволяет вам Преобразовывать информацию Некоторым интеллектуальным образом Вот Очень много Они тут говорят Про то На чем они основываются Как они это обучали На каких устройствах Все у них есть Они топят всегда За использованием TPU Это Тензор процессинг юнит Это Гугловские Гугловские изобретения Специальные Аналоги GPU Именно для расчета Нейронных сетей На дискретных Числах Вот Те кто Группу OTS Они уже Через Google Калаб попробовали С ними поработать Могли оценить Что это такое Хотя бы Внешне потрогать То есть Не само устройство А использовать их Для обучения Нейросетей Для Инференс То есть Для получения Некоторых результатов Приводится табличка Сравнения Значит GPT-4 Другие Опенсорсные модели И вот Gemini То есть Показано Что в каких-то задачах Ну почти Как Чуть лучше Где-то чуть лучше Чем GPT Ну понятно Что Вопрос выбора Еще тестов То есть Якобы Лучше Но вот В каких-то Хуже Ну вопрос Подачи материала Каждый хвалит Своё болото Вот То есть Как минимум Мы имеем Кроме Чат GPT И GPT-4 Будем теперь иметь Еще Gemini Которые Судя по всему Не хуже Но пока вот Только-только Появились Пока неизвестно Насколько это хорошо Вот Ну можно посмотреть Полистать Какие задачки Например Они умеют решать Значит это Задачки Ну понятно Объяснение Что на картинке Нарисовано То есть Не просто Что нарисовано А еще Как за ним ухаживать Ну пожалуйста Вот вам ответ На вопрос Что это такое Как за этим ухаживать Например Написание Каких-то Постов Как я например Ехал в Нью-Йорк Причем Вымышленных постов То есть Я не ездил Но вот я хочу Написать пост О том Как я ездил Мне нужно Какие-то фотографии Сгенерировать Как я со своей собакой Там гулял Вот Пожалуйста Напиши Ну вот Вот пишет Что-то написал Какие-то картинки Сгенерировал На выходе Вполне себе Натуральное Что еще Она умеет Умеет Какие-то логические Задачки решать Да То есть Чего не хватает Например Тут То есть Ну Логическая задачка Да Последовательность Три угла Четыре угла Пять углов Начали Ну что следующая Должна быть Шесть углов Да Если исходить С последовательности Вот вроде как Тоже умеет Такие задачки решать Вот в общем Такие всякие фокусы Там вот Геометрические задачи В общем Все эти фокусы Там Использование Какой-то истории То есть Найди связь Там между Изображением Луны И Шариком для гольфа Да Связь через то Что Там Американские Астронавты Играли в гольф На Луне И оставили там Два или три Мячика На Луне Ну вот Какие-то такие Всякие Ну все это конечно Очень классно Но пока это больше похоже На какой-то маркетинг Опять же Объяснение мемов Ну то есть Какой-то опять-таки Стандартный набор Задач Которые Мы видели уже В предыдущей статье В том числе Вот генерация Кона Да Например То есть Такой набор Фокусов Которые Каждая уважающая себя Модель Должна уметь Показывать Ну Тем не менее Да Может Дифференцирование Умеет делать Вот опять же Непонятно Как они все это обучали Какие данные Использовали Какие инструкции То есть Где грань Когда модель Начнет Какую-то ерунду Выдавать То есть Очень легко Делать презентацию Когда вы заранее знаете На чем То есть Подсвечивайте Хорошие стороны Плохие стороны Конечно же Никто подсвечивать Не будет Поэтому Пока сами Не попробуйте Не поймете Где грань У таких моделей Вот Ну Наши товарищи Тоже на месте Не стоят То есть Есть у Сбербанка Например Гигачат Пока еще Конечно Они К сожалению Не сделали Полноценную Мультимодальность То есть Они объединили Они сделали На базе GPT-3 Архитектуры Сделали Языковую модель Которая Позволяет вам По сути Решать Задачки языковые Да То есть Там уже есть InContext Learning Там уже есть Они уже используют Технологию Instruction Тюнинг Да То есть По сути Все кто Работает Сейчас С этой моделью Любой желающий Может зайти Зарегистрироваться По номеру телефона Зарегистрироваться Попробовать Поиграть с этой моделью Да И соответственно Дать обратную связь Хорошо Плохо Соответственно Вот команда Сбербанка Они видите Уже занимаются Instruction Тюнингом Да То есть Они смотрят На обратную связь Пользователей И будут использовать Потом эту обратную связь Чтобы улучшать Свою модель То есть Пытаться подгонять Ее под Некоторое Осмысленное поведение Да То есть Не просто Какую-то чепуху выдавать А давать Некоторое осмысленное Да Они сюда включили Еще Первый тип Мультимодальности Да Это генерация Генеративной модели То есть Есть модель Кандинский У Сбербанка Кандинский 2 даже Вторая версия Которая умеет Генерировать картинки Ну Соответственно Ну Тут примеры приводятся Да Всякие картины Соответственно Они ее тоже Подключили Гигачат То есть Гигачат умеет Еще и генерировать Картинки Вот Но пока он не умеет Например Принимать на вход Изображение К сожалению Не умеет принимать Другие модальности А там Звук Ну Звук по-моему Он умеет То есть Он как-то тоже Пропускает его Через Видимо Какой-то декодер Неизвестно Что там Вот Который Соответственно Позволяет ему Например Пропустить Из звука Да Из голоса Трансформировать его В текст Запрос Вот Но это конечно Пока еще не совсем Модальность Аудио Потому что Аудио подразумевает Не только Трансформацию Из Звука В текст Да Но еще Например Распознавание В принципе Звуков То есть Например Вы можете Ассоциировать Какое-то Окружение Например В лесу Да Там у вас Птички поют Там Шелест какой-то От ветра Да И например Сгенерировать Изображение По такому Звуковому Описанию То есть Это будет Настоящая Мультимодальность Пока это еще Только такие Заметки Но тем не менее Как вы Убедились Наверное На текущей лекции Мультимодальность Это буквально История 23 года То есть Пока еще Не успели Реализовать Вот Но активно Очень активно Модель Развивается Очень Входящий товар Но тем не менее Выглядит Вполне Былые числа Требования Что Нужно Выдавать Число Продуктов С разбивкой По названиям Но при этом Она запретила Например Вставлять Одинаковые Названия То есть В целом Вроде бы Ответила Но не совсем То что нужно Объяснила Что она сделала Молодец Какая Но Примерно Нам это не нравится Мы говорим Давай-ка Посчитаем Необщее число Из базы И она поняла Что мы хотим От нее И взяла Тут Добавила нам Группбай По Продуктным То есть В целом В результате Диалога Мы смогли С ней Договориться С этой моделью Не знаю Настоящая модель Сидит Или человек За ней сидит Но скорее всего Настоящая модель Потому что слишком Быстро Дам ответ Наверное Человек бы не успел Так быстро ответить Вот Ну например Дальше мы хотим Что-то заменить Вот я не хочу Например Скеллайт Баз данных В виде файла Я хочу использовать Postgres Некоторую серверную Базу данных Да И еще Чтобы параметры Доступа к ней Передавались мне Через Переменное окружение Ну такой Вроде бы Для человека Понятный Для программиста Для бакенщика Понятный запрос Вот Модель тоже Смогла все это Правильно переварить То есть На мой взгляд Довольно Интересный результат Что она Себе правильно Смогла сформировать Connection String Postgres То есть Строку соединения Которая позволяет По сути вам Видоизменять программу Которую вам Генерируют Ну дальше Я тут начал Фантазировать Мне недостаточно Просто файла Например Да Я хочу Чтобы этот файл Еще Мне вот построил Весь CICT pipeline Например Для построения Некоторого образа Загрузки Который можно будет Потом там Отдать Заказчику Да Чтобы он у себя Развернул на сервере То есть Запаковать все это Некоторый Контейнер С приложения Ну для тех Кто с докером знаком Наверное Не нужно объяснять То есть Нужно подготовить Специальный файлик Который опишет Как такой Сервис Будет запускаться Да И как его Сформировать Некоторый Уже собранный Контейнер Который можно Развернуть где угодно Соответственно Она тоже умеет Такое делать Эта модель Сформировала Некоторые Докер файл Инструкцию По сути По подготовке Докер контейнера Которую можно Тоже сохранить Рядом с этим Файликом Положить И через команду Докера Собрать контейнер Вот Ну и соответственно В заключение Я еще попросил Ее Ну что Вроде как Не хватает Еще Здесь Вот этого файлика Requirements Тексты Где будут заданы Все зависимости То есть Модель подтянула SQL Alchemy И В нашем Последнем варианте Она подтянула Еще и FastAPI Где-то Она А ну кстати Вот она тоже Накосячила То есть Я попросил ее Переписать Где-то на А пока еще Не просил Да Но фласк был SQL Alchemy Соответственно В докер Файле Возникает Этот файл Requirements Тексты Который Должен Описывать Какие Зависимости Нужны Вот Но пока Она нам Еще не дала Поэтому мы Просим Отдай-ка мне Пожалуйста Еще этот Requirements Файл Который Ты указал Вот здесь Мы сослались На некоторый Контекст Нашей беседы Что здесь Был Некоторый Файлик Вот И она Вполне Правильно Его обозначила Что нам Нужен Flask Фреймворк Который Он использовал Нам нужен SQL Alchemy И вот Еще Нужен Еще Одна Некоторая Зависимость Вот То есть В целом Модель Смогла По сути Решить Задачу Разработки Такого Простого Веб-сервиса Ну Правда В процессе Некоторых Переговоров С ней Вот Но это И очень Хорошо То есть В отличие Каких-то Стареньких Моделей Она умеет Еще и Контекст Держать Причем Вполне Себе Когда мы Например Попросили В конце Концов Переписать Все это Еще и На Fast API Вот Не хочу Фаск Фреймворк Использовать Хочу Использовать Фреймворк Fast API Для Создания Сервиса Пожалуйста Сева Переписала Все Но Правда По дороге Она Забила На то Что Нужно Выдавать Количество Надо Сделать Группбай Просто Выдать Список Продуктов Вот Мы Конечно Ей На это Указали Поправила Вот Но Попутно Правда Забыла Что Нужно Взять Еще Настройки Да У нее Куда-то Пропали Настройки Базы Данных Внезапно Вот Но при этом Да Появилась Группировка Вот Но в целом На мой взгляд Неплохо Да Ну Попросив Тут еще Группировка Опять-таки Она тоже Забыла Сделать Да То есть Уже Как-то Часть Контекста Она потеряла Вот Но в процессе Там Дополнительных Допиливаний Значит Можно попытаться Ее там Пнуть Чтоб она Например Доделала Сортировку Да Вот Можно попробовать Сейчас рекнуть Попросить ее Еще Добавить Сюда Где-то тут У меня было Да Что Подключение К базе Данных Да Что Не хватает Ну Как-то Вот Мы так Написали Тут Небрежно Посмотрим Что Он нам Ответит Спустя Довольно Длительное Время Помнит Она Не Помнит Контекст Вот Видите Взяла Переменные Из Postgres То есть Из переменных Окружения Правда По-моему Нигде Она их Не Использовала Ну В общем Есть Над чем Работать Возможно Это Какая-то Особенность Уже Fast API Что Ну Тем Не Менее Где-то Она Должна Была Вот Эти Переменные Использовать Но Нигде Она Их Не Использовала То Есть Какой-то Код Генерирует Да Но Как За Младшим Разработчиком Или Стажером Нужно Конечно За Ней Поглядывать Ну Вот Давайте Попробуем Пнуть Ее То есть Мы Выступаем В роли Такого Старшего Разработчика Который Говорит Что Нужно Сделать Ну Что Нужно Поправить Не знаю На самом деле Не было ли Например Проще Самим Все это Написать Вместо Того Чтобы Вести Диалог Но Наверное Со Временем Вот Она Сказала Что Мы Правильно Ее Указали Видите Сразу Появилась Connection Вот Она Правильно Поправила Теперь Есть Полноценный Connection String То есть Подсоединение На базе данных До этого Она про это Забыла Просто Создавала Некоторую Базу данных Вот Таким образом Не знаю Как бы Радоваться этому Или наоборот Плакать Но Видите Уже Искусственный Интеллект Дошел до того Что в принципе Может заменять Собой Каких-то Младших Разработчиков Джунов Каких-нибудь Стажеров Которые Примерно Таким образом И работают То есть Приносят Старшему Разработчику Некоторые Пример То есть Получают От него Начальные Требования Приносят Какой-то Пример Старший Разработчик Говорит Что нужно Скорректировать И вот В результате Такого Диалога Итерационного Мы получаем Некоторый Результат Вот Конечно Пока Попутно Начинает Что-то теряться Как мы с вами Видели То есть Она взяла И в определенный Забыла Вот это Соединение Например Добавить Либо там Забыла Группировку Сделать То есть Какой-то Контекст Иногда Меняется Но Скорее Всего Это вопрос Времени То есть Я думаю Что спустя Несколько лет Такие вот Рутинные Операции По разработке Каких-то Типовых Задач Связанных С программированием Скорее Всего Уйдут Уже Различным Советчикам Помощникам Которые Будут Строены Просто Среду Разработки То есть Грубо говоря Все Стажеры Начнут Уже Не с того Что писать Все это руками А с того Что учиться Как Работать С этими Агентами Как им Объяснять Правильно Что нужно Запрограммировать Сейчас Похожая Ситуация Произошла Со всем Что касается СММ То есть Социал Медиа Маркетинг Когда Нужно было Готовить Всякие Пресс-релизы В соцсетях Какие-то Посты Готовить То есть Вся эта Работа Сейчас Перешла Уже В контекст Правильной Работы С подобными Вот Генераторами Контента Как Гигачат Например Где вы Хотите Написать Какой-то Пост На какую-то Тему Чтобы Какую-то Активность Своей Компании Показать В социальных Сетях Уже Никто Конечно Сейчас По крайней Мере Прогрессивные Компании Понимают Что Не нужно Содержать Штат Писателей Технических Которые Будут Готовить Вам Как всякие Пресс-релизы И прочее Достаточно Иметь Несколько Продвинутых Специалистов Которым Дать в руки Вот такой Инструмент Типа Гигачата Чат GPT Google Bart И так далее И с помощью Них Например Готовить Полноценные Посты Человек Формулирует Только требования Корректирует Что нужно А модель Такие модели Они уже Соответственно Выполняют Всю рутинную Работу За вас Это Наверное Вот такой Тренд Который Последний Год Полтора Наверное Развивается Вот Происходит Такая Небольшая Революция Вот И Приятно Знать Что Нашей Стране Несмотря На Изоляцию Тоже Постепенно На эту Тему Очень Активно Думают Вот Но К сожалению Пока Конечно Модели Еще Не Дотягивают Да По Мультимодальности До Какого GPT4 Например Да Или Того Что В статье Рассматривалось Но Я думаю Что это вопрос Времени Вся информация Открытая Все модели Доступны То есть Это все Будет То есть На примере Мультимодальности Да Хорошо генерируют Картинки Вполне Все натурально Значит Ну Например Если попросить Ее Отметить Здесь Объекты На изображении Да Вот Она Понимает Запрос То есть Она Говорит Что Что Есть Да И Где Находится Но К сожалению Например Неправильно Указывает Координаты Если Попытаться Координаты Выбрать То Ну Пока Не умеет Еще Пока Не обучили Так Делать Но В целом Сбербанк Разработчики Гигачата Они говорят Что Она Например Не умеет Решать Уравнение То есть Если Вы Подсунете Какие Нибудь Сколько Будет 2 2 Например То Скорее Всего Возможно Она Вам Не Ответит Пока Еще Такие Инструкции Пока Еще Сюда Не Добавлены Пока Гигачат В основном Они Нацеливают На СММ Задачи Связанные С СММ Когда Вам Нужно Писать Большое Количество Постов Но Не Хочется Тратить Треть На Отдельного СММ Специалиста Который Будет За Вас Посты Писать По сути Вести Вашу Социальную Сеть Вы Можете Например Просто Описывать Что Вы Хотите На Уровне Входных Требов Она Вам Она Сейчас Трансформируется Из Непосредственно Написания Контента Подготовки Контента В умение Пользоваться Инструментами Вроде Гигачат То есть Вы должны Уметь Писать Промпты Вы должны Уметь Получать Нужный Результат Исходя Из Тех Возможностей Которые Заложены В эти Модели Я думаю Что Спустя Очень Непродолжительное Время Примерно То же Само Произойдет С Программистами По крайней мере С большей частью Младших Разработчиков Интернов Вот эта Прослойка Людей Которая Просто Шлепала Какие-то Круды Набор Сущностей Набор Каких-то Моделей Данных Простых То есть Простые Приложения Скорее всего Будут Разрабатываться Уже Более Продвинутым Способом Исходя Из того Как Собственно Описано Описано То есть На первое Место Пойдет Уже Не Кодирование Не Знание Фреймворков А в первую Очередь Наверное Дизайн Свойства Дизайн То есть Проектирование Умение Проектировать То есть Декомпозировать Задачу На части Описывать Эту задачу В нужных Терминах Для Таких Моделей Получение Текста Его Ревью Попытка Запуска Тестирования То есть Это никуда Не денется Но все Останется Вот Но Наверное Работа Программисты Немного Начнет Меняться То есть Уже Вот такого Слепого Кодирования Когда вы Садились И чисто У листа Что-то писали Скорее всего Появятся Какие-то Инструменты Дополнительные В средах Разработки В той же Айде В том же Вебсторме Или в Пайчарме Которые Позволят Вам Ну Они На самом деле Уже Есть Но Наверное Появятся Более Продвинутые Версии Когда вы Просто Будете Формулировать На некотором Диалекте Проект Вашего Сервиса Дробить Его на Задачи Описывать Эти задачи И на выходе Получать Некоторый Код Потом Анализировать Его И корректировать Вот Наверное В ближайшей Перспективе Что-то такое Похоже Будет Но я думаю Что это Коснется Не только Программистов Но и Многих Других Профессий То есть Нужно В этом плане Держать руку На пульсе Вот Наверное На этом Пока все Вот Наверное По Тому Что касается Текущему состоянию На 23-й год Мы на этом Закончим